Всем второй день сокращенной недели Моргенштерна, сегодня у нас аристократы, меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, давайте приступать. Темп на сегодня у нас 170 ударов в минуту, маловато, но переживем. Добавим драмки, брал я их традиционно из вот этого дрампака, потом еще из вот этого дрампака, ну и из вот этого дрампака, а название вы видите у себя на экране, ну и конечно же все звуки будут в проекте, сами знаете где, сами знаете когда. Давайте начнем, наверное, с клэпа. Выделяем наверху, Ctrl-B, можем еще все выделить и чуть-чуть убавить. Ну и конечно же, как же, без того, чтобы отпилить все шину в начале, EQ на минимум, клип включаем и чтобы он стал чуть-чуть поярче. То же самое проделываем со снером, только EQ убавляем ему не так сильно, Ctrl-C, Ctrl-V, нормально. Теперь пропишем хай-хэт, вот так, вот так, второй звук чуть потише, зажимаем Ctrl-B. Но он звучит чуть справа, поэтому панорама немного влево, также EQ на минимум, клип включаем, чуть буста и конечно shift. Но в треке есть еще одна прикольная фишка с хай-хэтом, так что клонируем его. Кстати, в первом нужно его немножко зааутить. Во, вот так идеально. Второй аутить не будем, потому что мы его развернем, потому что есть такая фигня, я как всегда максимально понятно объясняю. Но вот, смотрите, даже чуть погромче. И это есть в каждом такте, выделяем наверху Ctrl-B, и это отлично сочетается с нашим open-head. В open-head нужно тоже sample start немножко отпилить, чтобы он стал помягче, auto и конечно shift. Дублируем все еще на второй open-head, и он будет звучать у нас вот так. Он будет играть не всегда. Второй snare. Я решил выбрать вот этот звук. Наверху выделяем Ctrl-B, и просто дублируем его на второй дополнительный snare, и вот этот звук немножко подкорочу. Мне нравится. С 808 басом, как всегда, включаем обязательно cuted self, и пропишем его. Кстати, наша тональность на сегодня, F-sharp, harmonic, майнер, по-моему. И дальше C-sharp идет. Здесь не будет баса, теперь все это дублируем на вторые четыре дакта. Ставим звучок еще здесь. Шикарно. Кик. Он будет почти по басу, но не совсем. Вот здесь вот один удар не совпадает, потом у нас есть дополнительный удар вот здесь, дополнительный удар вот здесь. Дублируем на следующие четыре такта, и вот там где тун-тун-тун, кик просто убираем. А вот здесь добавляем. Бит мы весь прописали, теперь время перейти к мелодии. А она тут крайне замороченная, и скоро вы узнаете обо мне одну деталь, которую я никогда не раскрывал. И еще предлагаю вам сделать одну важную вещь. Подписаться на канал. Для вас это не составит никакого труда, а мне будет очень приятно, и вы не будете пропускать мои свежие ролики. Так что это вин-вин вообще для всех. Вот там вот кнопочка внизу, красненькую кнопочку, сделайте серый. Вот это все, как говорят остальные ютуберы. А мы добавим пианино, essential piano, grand piano, close grand точнее. Это тот же самый close grand, который я обычно использую, просто во флексе. Тут больше настроек. Squash это компрессия, мы ее добавим чуть-чуть. Чуть-чуть убавим reverb. Можно еще вот как-то так. Пропишем мелодию на вот этих нотках, сделаем ее гораздо короче, эти нотки, и убавим. Мелодия будет идти вот так. Второй звук подлиннее, но потише. Потом это повторяется два раза. Потом нотка меняется с F-sharp на D. Поскольку здесь нотка изменилась на D, этот аккорд нам тоже нужно изменить. И мы поднимем все, и вот эту нотку, которую А-шарп, переместим на F-шарп, чтобы было. Дублируем это еще раз. Здесь вместо D уже будет C-шарп. Эти аккорды мы все опустим на полтона, и вот это поднимем на F. То есть у нас будет здесь F5. Да, это то, что нужно. Теперь жмем Alt-Q, чтобы это немножко квантануть. Start-Time крутим когда так, присяд. Push-Pull Heavy. Зачем это нужно? Чтобы появились вот такие вот микроскопические паузы, чтобы добавить грубо нашей мелодии. Еще нажмем Alt-S и как-то... Как-то вот так. Выделяем наверху именно 4 такта, а не 3. И жмем Ctrl-B, чтобы у нас появилась вот здесь пустота, и вот здесь пустота. Клонируем Flex, прописывая мелодию, которая будет... Ну вот, ну вы поняли, вы ее слышали. Тут фаршлаг, первая нота С-шарп. Вот так как-то, наверное. Мы идем по ноткам аккорда F-шарп-майнер. И еще раз Трин-тан. Нужно кое-что еще добавить. Вот сюда добавим аккордик снизу на F. Верхнюю нотку чуть-чуть сместим. И поднимем на октаву вверх. Вот, да, так лучше. Просто увеличили чуть-чуть расстояние между нотками. Ну и, конечно же, мы жмем Alt-R, чтобы как-нибудь рандомизировать Velocity. Выделяем все и погромче сделаем. Только вот эту первую нотку сделаем по тиху. Шикарно. Нам нужно все это продублировать на вторые 4 такта, но тут будет небольшое отличие. Здесь у нас будет C еще одна наверху. Вот это мы удалим и поставим чуть ближе. Дублируем. Здесь оставим C. Здесь поставим B. Да, вот так вот. И здесь поставим B. Да, 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 вот оно. И эту нотку чуть убавим. Но это, опять же, еще не все. Так что делаем еще один Close Grand. Правда, в этом нет никакого смысла, потому что мы сейчас выберем другое пианино. Оно более яркое, потому что там есть еще вот такая... Сплошной джаз, сплошной блюз. Я привык делать простые биты. C6. Переключаемся на 1 треть. На самом деле должно звучать поприятнее. Чуть убавим Velocity. Потом вот так. Первая нотка будет короткой. Вторая будет подлиннее. Третья самый длинный. Они по Velocity будут идти тоже вверх. То есть первый раз играется, начиная с B, потом C, потом C, потом C, потом C. Все это дублируем и переносим на F-шарп дополнительно, чтобы появился типа аккорд. И жмем Alt-S, Start, Time чуть увеличиваем. Ну, еще можно здесь добавить еще одну. Вот так. Чтобы заканчивалось это. Выделяем наверху 4 такта, Ctrl-B. И здесь будет чуть по-другому. Вот это убираем. Это сделаем гораздо тише, это сделаем гораздо громче. И повторяем вот так. Нет. Тут должно быть B, а здесь должно быть B наверху. Да-да-да, вот оно. И чуть-чуть убавим все-таки ревер, наверное. Чуть его дофига тут. Так вот, что я вам обещал рассказать. Я терпеть не могу саксофоны. Дурацкий звук вот этого. Если вы были хотя бы на одной свадьбе, там обязательно должен быть какой-нибудь саксофонист в золотом пиджаке. Такой. Не знаю, мне не нравится звук саксофона. Но он тут есть, поэтому мы его пропишем. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как-то так он тут играет. Опять. Наверху. С С переходик. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут еще будет у него три маленьких фрагментика. Тут он начинается с Е, по-моему. Вот так лучше. F погромче. В конце у нас будет играть почти то же самое, что в начале, только с небольшими изменениями. И выделяем вот это и вот это. Alt-R, чтобы свелось, как-нибудь что-нибудь сделалось. Кстати, DVS-саксофон, бесплатный саксофон. И ссылка на него будет в описании. Теперь давайте Ctrl-C, Ctrl-V, еще один паттерн сделаем, потому что у нас есть одна вариация на пианино. Вот на этот инструмент. Каждый второй звук убираем. Первый звук, короче, становится громким. Второй звук становится тихим. Только вот эту на B. И подлиннее вот эти нотки. Вот эту удуляем. И заменяем вот этим. Да, то, что нужно. Все, все партии мелодий и ударных прописаны. В целом можем все это попробовать соединить. Давайте теперь все это скинем на микшер. Ну, еще можно сразу сделать Split-by-Channel, потом дублировать. И вот этот паттерн с Yamaha C7, Make Unique, потому что у нас две вариации вот этой пианины. Вот первая, вот вторая. И теперь биток Split-by-Channel. Ну, и как обычно, напоминаю, что как только это видео наберет 3333 лайка, проект от Webbyta окажется у меня в инстаграме. Ссылка на мой инстаграм в описании. Там будет все зарендерено, там будут все файлы. Так что, если вам уже нравятся эти блюзово-джазовые зарисовочки, то можете смело ставить лайк. Ну, или если хотите побыстрее получить проект, тоже можете ставить лайк. Ну, и можете подписаться на мой инстаграм. А мы продолжаем. На основной инструмент, я думаю, можно закинуть RC20. Отключаем Noise. Space. Ну, еще от кика можно сделать Sidechain на бас. Уже таким более традиционным способом, то есть с помощью Sidechain to this track. На 8.8 кидаем лимитер. Переходим в режим компрессии. Правая кнопка Kick. Threshold. Ration на максимум. Release близко к минимуму. Sustain близко к минимуму. И... Нормально. Decay побольше, Space. Ну, в смысле, микса поменьше. И чуть-чуть открутим низ. Еще можно добавить Eco Boy. Сократим тут до 32. Микс чуть-чуть убавим. Low Cut убавим. Микс еще чуть убавим. Вообще, RC20 можем просто перетащить на... Да, то, что нужно. На второй Grand Piano мы его просто перетащим и убавим его немножко. И Eco Boy то же самое сделаем с ним. Да, это то, что нужно. То, что нужно. Вот этому заднеплавному портепьяно немножко побольше низу отпилим. И теперь идем на саксофон. И на него тоже повесим RC20. Универсальный комбайн это на сегодня у нас. Вот так. Очень сильно убавим ему стереобазу. И низ отпилим. И посильнее Decay. Да, то, что нужно. Теперь нам нужно собрать групповые каналы ударных. Канал со снэрами, канал с хэтами. И сделаем общий канал ударных. И нажмем F2, чтобы дать ему кому-нибудь цвет. Коричневый цвет. Шикарно. Подходящий. Закидываем сюда, в Хеллоу Винтаж Верб, на соседний канал. Переходим в пресеты. Whole, Fat, Snare, Whole. Decay увеличим где-нибудь секунд до полутора. И Low Cut отпилим как-нибудь вот так. Этот канал с ревером отправляем точно так же в групповой канал ударных. И по чуть-чуть закидываем на него. Сзади плановый снэр чуть убавим. И на канал со снэрами и на канал с хэтами отдельно закинем по озону и менеджеру. Как обычно, стерео исключаю. Просто этот бенд отодвигаю в районе 200 с небольшим. Потому что его на снэрах я очень слабо расширяю всегда. А вот здесь как-то вот так. Теперь просто сюда нажимаем, перетаскиваем на хэты. Вот так. Все равно очень аккуратно. А на канал общих ударных мы можем закинуть J37, потому что я могу. Вот так. Вот так. И можем закинуть DS10 Drum Shape. Включим софт-клип, чтобы отпилить точно все пики, которые превышают 0 дБ. И чуть-чуть добавим атаки, чуть-чуть убавим Sustain. Не хватает мне все-таки немножко ревера. Давайте добавим на основной звук ревера. А со всеми звуками. Чуть убавим. И давайте соберем общий канал еще инструментов. Сюда мы точно так же закинем J37, потому что опять же я могу. Ладно, давайте сюда все-таки закинем один эквалайзер на общий канал инструментов. И чуть-чуть вот этот район. Ну чуть-чуть капельку убавим. Ну совсем мне что-то не нравится. Все, шикарно. Мы сделали почти все обработки. Теперь давайте сделаем структурку. Начинается трек вот так. Потом идет вот так. С полным битом, с аксофоном, но без дополнительных снэров и без дополнительного open head. Вот так. Во второй части появляются дополнительные хеты и дополнительные снэры. Ну и если, кстати, вы досмотрели до этого момента, то уже 100% этот бит залит на саундклауд. И по ссылке в описании вы сможете его полностью послушать, а мы перейдем к озону на мастере. Ну и перед тем, как мы послушаем этот биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании, можете написать мне в ВКонтакте или в Инстаграме в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео вам понравилось, показалось капельку полезным или просто интересным, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. Ну и чтобы не пропустить новые разборы битов или видеоуроки по Фил Студио, обязательно подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться есть внизу. Вот промотайте и нажмите ее. Мне будет очень приятно. Ну и на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. И я буду ждать вас в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok